Теория заблуждений 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 Людьми, которые были его учениками, его знаменитые теперь школы, школа Филби была такая, или семинар Филби, в котором занимались, так сказать, будущие разведчики. Но это в недрах, как я понимаю, первого управления ГБССР. Да, да, да. Вы знаете, и плюс, что мне, так сказать, особенно было интересно, получить материалы, материалы, которые передавал Филби, чтобы понять, что же это было вообще за человек и как вот всё это происходило. И поэтому всё это шло неспешно, но тем не менее шло. И постепенно, постепенно, так сказать, шаг за шагом я встречался с куратором Филби, человек, занимающий очень большой пост сейчас в нашей службе внешней разведки. Я встречался с человеком, которого просто называю собеседником. Этот собеседник, скажем так, до сих пор дружит и очень опекает жену Филби, Руфину Ивановну. Она жива, да? Она жива. Дай Бог здоровья. Была презентация книги, она очень удачно выступила, пришла, очень бодро была, хорошо отвечала на вопрос. Она 1932 года рождения, Филби 12-го. Родился 1 января 1912 года, ему исполняется 100 лет. Вот к этому столетию и приурочена книга. И самое для меня радостное событие было, так сказать, не только то, что я, так сказать, с двумя учениками Филби. Один очень долго и интересно мне всё это рассказывал, мы встречались несколько раз. И очень, так сказать, приятный и интеллигентный человек, которого я давно знал, можно сказать, мой старый знакомый. Я не знал, что он ученик Филби. Оказалось, что ученик Филби, он занимается сейчас делами, никак с разведкой не связанной. Занимает очень такой солидный большой пост. И он тоже мне рассказал о Филби. Но самое, так сказать, для меня было, так сказать, не менее ценное, а даже, может быть, очень важное, это говорить с Руфиной Ивановной. Руфина Ивановна меня обнадёжила, сказав, что она расскажет, припомнит какие-то вещи, которые не входили в её книгу, которые, может быть, не так широко известны. Мы с ней несколько раз встречались, говорили. И надо сказать, что вот когда мы встретились у неё в квартире, в квартире Филби, то это был действительно очень интересный разговор. Это дом-музей теперь, как я понимаю? Нет, нет. В том-то и дело, что даже в этой книге мы написали, что она бы хотела, чтобы это был дом-музей. Понимаете, это очень интересная квартира, очень интересная. И мне сказали, вот надо, мы понимаем, что вы заняты, что у вас много работы в российской газете, но вот к ней надо будет ездить. Я говорю, ну ничего, буду ездить. Ну, вы знаете, вот это, конечно, придётся тратить время на дорогу. Я говорю, ну, придётся тратить время на дорогу. Когда мне сказали её адрес, я удивился. От моего дома до дома Филби 500, там, 300 шагов. То есть мы жили напротив друг друга. Это судьба уже. Судьба, вы знаете. И для меня это было поразительно. Я даже в книге пишу, что вот мне кажется, это такой узенький маленький переулочек, что мы не могли не встретиться. И вот я сейчас вижу, как зимой идёт человек в шубе, в шапке, в дублёнке с элегантной женщиной, очень молодой в то время. И они говорят на английском. И у них всё время прорывается такой микс английского с русским, в котором то и дело я слышу такую фразу, это была семейная любимая фраза, «Не всё это так просто». Это кураторы Филби, когда он что-то просил, «Не всё это так просто». Ну, в то время советское всё это было непросто. Любимая была поговорка, любимое слово. Конечно, я не видел никогда в жизни Филби, никогда. Вот я говорю, живым я имею в виду. Хотя жили вот в одном переулке, понимаете, можно сказать. Дома напротив стоят почти друг друга. Ну, и вы знаете, я побывал в этой квартире, и мне как-то облик его стал более понятен. Но сразу, чтобы бросаться в глаза, ещё в прихожей, квартира просто заполнена книгами на английском. Огромное количество книг, я всё это полки смотрел, излазил, Руфина Ивановна мне всё показывала. А что за книги? Это же ведь тоже очень интересная классика. Знаете, книги самые разные. Это английская классика, это английские, английские я подчёркиваю, книги о спецслужбах, это английские детективы, именно детективы, которые он очень любил читать. И это переводы русских классиков на английский. Он очень любил читать русскую литературу, но, женившись на Руфине Ивановне, которая освоила довольно быстро английский и вполне хорошо, она этим самым как бы отбила охоту у него изучать русский язык. И он, в общем-то, читал русскому классику, которую блестяще знал, понимаете, и Чехова, и Толстого, он читал на английском. А из современных писателей он предпочитал, как мне видится из того, что я смотрел, это Булгаков, конечно же, в переводах во всяческих, и Солженицын, последние его все книги. Вот это всё стоит на самом видном местах. Столик старинный, который мой вот друг прислал из Англии, на котором монахи пили вино, и он отполирован их вот локтями. Это старинные стулья из Лондона присланные. Ну, частичка Англии, в общем. Частичка Англии. Знаете, вот очень такое трогательное для меня воспоминание о прошлом – это радиоприёмник «Фестиваль». Вот этот радиоприёмник, он весь такой чиненный-перечиненный. Я говорю, неужели до сих пор работает? Включили, работает, пищит, но работает. И Филби, у него была вечная бессонница, но после всего того, что он пережил, он вставал ночью, курил, но каждое утро, как бы он спал, не спал, он в 7 утра, это было просто и то за маст, как говорят англичане, это была необходимость, он вставал, и ровно в 7 утра он включал этот радиоприёмник и слушал BBC. Николай Михайлович, а вот эти вот книги по британской разведке, запрещённые к тому моменту в Советском Союзе Солженицын, это что такое? Это внутренняя фронта или ему было позволительно? Ну, знаете, фронта никакой не было. Я вот фронта вот из всего того, что я слышал, там фронта никакой не было. Но ему было позволительно. Он читал это, он читал и разбирался в этом прекрасно. И он очень был человеком смелым, решительным. Я бы сказал, что это был скорее анализ обстановки. И, например, Филби в своё время очень откровенно говорил, что если бы меня спросили об Афганистане, который я в силу разных обстоятельств неплохо знаю. Он же был в Персии. Да, ну, понимаете, он сказал, что я, вы знаете, никогда бы в жизни не сказал, что надо туда входить. Я бы сказал наоборот, что там можно погрязнуть. И не надо туда было идти, хотя, конечно, необходимость какая-то просвечивалась, была. Но это была ошибка. Филби об этом никто не спросил, он ничего не сказал. Хотя в разговорах со своими кураторами, со своими знакомыми, он говорит, что не надо туда идти. И когда вошли, он расстроился, потому что это очень была такая для него душевная даже рана. Он мог бы проконсультировать и сказать, что нет, понимаете, не стоит. Ну, вот так вышло. Николай Михайлович, ведь этот человек пошёл на вербовку добровольно. Что его сподвигло на это? Ну, знаете, я даже вот эту вот сцену, как вы говорите, вербовки, я бы и самой вербовкой его не назвал. Дело в том, что... Она просто так в исторической литературе фигурирует, так вербовка Кима Филбе. И она очень интересно была осуществлена, и не совсем обычная, я бы сказал. Если хотите, я об этом расскажу, но в Филбе... Вне всякого сомнения. Даже не я хочу, а аудиторию, чтобы узнал. Ну, знаете, он готовился к этому, можно сказать, всей жизнью своей. Отец его аристократ, жил в Индии. В числе родственников будущий мэшер Монгомери, например. Папа женился на рабыне, принял ислам. Он был советником у короля Дауда, Ибн Дауда, или Ибн Саида, я забыл сейчас. В Саудовской Аравии. Всю жизнь жил там, иногда наведался в Лондон. Чаще к нему ездил мальчик, которого он назвал, как герой Киплинга, одного из Кимом. И вы знаете, вот очень интересно, что Ким с детства как-то понял, что, может быть, его страна живёт не так. Потому что, когда ему говорила, там, мама Дора, не ходи к этим детям, они бедные, ты что-нибудь там подхватишь, чем-нибудь заразишься, ему это претило как-то. Когда он поступил в Вестминстер Кингс Школ, престижнейшая школа, где он очень хорошо учился, он общался со своими сверстниками из таких же аристократических кругов. Когда он поступил, естественно, в Тринити Колледж, потому что куда было идти? К Тринити Колледж, Кембридж-Килле, там, я не знаю, Вытон, не знаю. Самое ясное, что было понятно, что надо было идти в какое-то высшее учебное заведение, где высший свет учится, ему дороги всюду были открыты. Был блестящим студентом. Он сразу увлекся левой идеей. И сначала это был лейба, либерализм, потом он понял, что либористы народ предают, и как только что-то вот случается, то, что надо вот сделать для людей, они идут резко вправо и сближаются в истории. Потом это уже был такой социализм неприкрытый, потом коммунизм, и потом, потом, вы знаете, я все-таки назвал бы его великим антифашистом. Потому что, когда начались события в Австрии, вот накануне Аншлюса, присоединения, он рванул туда, в Австрию. И уже там он вступил в такую, я бы сказал, активную связь с МОПРом. Это Международная организация помощи политическим заключенным или тем, кто мог стать этим заключенным. Он собирал деньги со своим английским паспортом, он довольно легко передвигался по Европе. Он как бы стал уже связным, он возил документы, деньги и так далее. И попал в поле зрения советской разведки. Попал в поле зрения австрийских коммунистов, которые были им очень благодарны за то, что он им помогает. Он женился на девушке, которая всю жизнь, так сказать, его любила. И с которой он, как рассказывают, переписывался даже тогда, когда уже был в Москве. Это было Лице. По фамилии первого мужа ее фамилия была Фельдман. И вот Лице Фельдман, она была ярой коммунистской. И даже когда Филби, еще там живя в Австрии, понял, что у них жизни совместно не получится, он ее не бросил. Он ее не бросил, потому что вот должны были войти немцы. Она была еврейкой, и ее жизнь сложилась бы трагически, печально уж. Констлагерь как минимум. И Филби ее захватил с собой в Англию. И, в принципе, это был такой брак, скорее, двух друзей, чем брак двух любящих молодых людей. И вот здесь к нему стала очень присматриваться одна дама, которая присматривалась, как многим очень людям, его взглядов. И она смотрела на них, она с ними вступала в беседы, она с ними разговаривала. Если использовать какой-то такой грубый термин, вербовщица, например, можно назвать ее, может быть, и так. Это была австрийская коммунистка, которая вышла замуж потом за английского врача и тоже рванула из Австрии в Англию. И вот эта дама, Эдит ее звали, Эдит Тюдор, она долго говорила с Филби, и вдруг, так сказать, она решила, что это как раз тот человек, который ей нужен. И она уже переговорила со своими советскими коллегами, потому что она была связана с разведкой. Какая-то есть такая вот дурная манера у нас сейчас вот в такой вот литературе исторической, говорит, вот этого человека завербовал Александр Орлов, Фельбин, он же Никольский и так далее. Нет, это все было не так. Ну, дальше идет перечисление всего плохого и всех возможных мифологем, которые вокруг его имени. Ну, вы знаете, вот это было совсем не так, потому что Эдит пригляделась и сказала, что я могу тебя познакомить с человеком, который действительно определит твою судьбу. Мне кажется, что вы друг другу понравитесь. И вот они встретились, она взяла его под руку, они долго гуляли по парку, пересаживались с автобуса лондонского на метро. Она показывала его, по всей видимости. Нет, она не показывала, она смотрела, есть ли слежка. Слежки не было, и в одном из парков на скамейке сидел человек, читал газету, она к нему подошла, подставила ему Филби, сказала Филби, я думаю, что вот решится ваша судьба, и с тех пор он ее не видел. Это был такой разрыв, потому что нечего было уже, так сказать, агенту-вербовщику. Нечего было встречаться с человеком, который, в принципе, вступает на очень такую опасную стезю. Сидел человек, с которым Филби разговаривался, это был теперь известнейший разведчик Арнольд Дейч. Он был в Британии под именем Стефана Ланга, и вот поэтому путают, называют Стефан Ланг и так далее. Арнольд Дейч, он же Стефан Ланг, его был псевдоним, который, кстати, он потом взял как имя, вернулся в Советский Союз, избежал чудом каких-то чисток и расстрелов, и очень бы все было с ним хорошо, если бы, отправляясь на задание, он не утонул на пароходе. Представьте, вот так. Это уже в 40-х годах. Это уже когда началась война, да, в 40-х годах. А до этого он долгие годы был с Филби, и это был его первый, можно сказать, резидент, на которого Филби стал работать, и он дал тогда же в юности клятву, это была именно клятва, быть верным Советскому Союзу и Советской разведке. Поэтому, как говорят, что Филби предал кого-то и нарушил клятву, это уже ерунда. Он тогда, в 34-м, и предположить не мог, что он будет разведчиком английским. Это была первая клятва, которую он не нарушил. Николай Михайлович, а в Москве вообще верили, что английский аристократ, да, из, в общем, богатой семьи, человек, перед которым был открыт весь высший британский, очень и очень консервативный высший свет, он вот добровольно начинает сотрудничать с Советской разведкой, со страной, которая, в принципе, расценивалась тогда как потенциальный враг. Вы знаете, вот в это верили и не верили. И вот это неверие, оно довольно долго преследовало Филби. Но этому есть объяснение. Вот мой один из, один из моих собеседников, да, который я так в книге называю, собеседник с большой буквы, он до сих пор работает в службе внешней разведки, он говорит, что, вы знаете, ну, разведка в те годы была просто измучена постоянными придирками сначала, потом недоверием, а потом и казнями разведчиков. Разведчиков, 60% людей, работавших в том, что сейчас называется СВР, попало под репрессии. Ну, 100, более 100 нелегалов было расстреляно, СВР же опубликовала статистику, опубликованы фамилии, в общем, этих людей. Да, но тут была особая история, потому что, действительно, Филби был, во-первых, аристократом, во-вторых, то, что он иногда передавал, это было настолько вообще, не вязалось с представлениями вот новой волны чекистов, которые пришли на, скажем, на смену погибшим. Поколению Артузову истырно? Им, может быть, истырно, и, может быть, даже другим поколениям уже более поздним. Например, Филби спрашивали, как там Лоренс Аравийский? Как Лоренс? Да он же давно погиб. Уверены в этом? То есть, новые ребята из ЧК, они об этом не знали. Или, условно говоря, а как там вот такой-то, ну, например, там, кто-нибудь там, кто был расстрелян, там, Сидней Рейли, скажем так, в 25-м году, ну, он же расстрелян у вас, а где мы его взяли? Как? Вот Сидней Рейли вот даже это мало что говорило. Но Филби всё это терпеливо объяснял, и всё это, так сказать, доходило до руководителей. Но однажды, например, случился такой, ну, потрясающий, я бы назвал его, казус-нонсенс. Вот об этом я тоже пишу в этой книге, как-то об этом не писалось. Здесь, наверное, всем известно, увы, подчёркиваю, известно, что тысячи людей советских, да, или, по крайней мере, сотни точно, были расстреляны, как английские шпионы, да. И вдруг Филби передаёт в 37-м году в Москву, что на связи с посольством английским находятся 2-3-4 агента советских. То есть расстреляны сотни людей, да, ну, не берём тысячи, сотни, скажем, да, а на связи всего лишь три агента, которых никто не расстрелял. Ну, как? Да этого не может быть. Это враньё, это происки империалистов, это подставы и так далее. Нашли потом? Что нашли? Агентов английских. Ну, я не знаю, ну, конечно, нашли, я думаю, что нашли, но дело в том, что, понимаете, тут дело в том, что вот человек потом, я имею в виду Филби, стал рассказывать, как работать с агентурой. И люди в 38-м году и в Москве это всё получавшие, они были вообще возмущены, как наш агент в Англии Филби, ну, его там звали Стэнли, допустим, или там Зенхен в то время, он нас учит, как работать с агентурой. Естественно, это вызывало определённое недоверие. Не все годы были плодотворные для работы Филби. И вот, например, то и дело, для меня это было тоже удивительно, возникали какие-то такие моменты, где Филби просто подозревали в том, что он бездействует и умышленно бездействует. Это были очень трудные годы, первые годы, допустим, войны. То есть казалось, что та информация, что он передаёт, она не особенно интересна, она специально может передаётся дозированно, очень-очень мало, но там были великие вещи, которые он передавал. И, тем не менее, была такая женщина, очень известная, я подчёркиваю, исключительно известная, Мандражинская фамилия. И вот она во время войны, мало кто об этом знает, сыграла очень и очень важную роль. Она была со своим мужем фиктивным, который потом стал её настоящим мужем, под чужой фамилией, она была в Варшаве. То есть, представляете, в оккупированной немцами Варшаве. Где, в общем, зверствовал гестапо и Абвер тоже не дремал. Осталось два работника или несколько работников советского посольства, которые следили за посольством. Нелегально оставались? Абсолютно легально. Легально? Абсолютно легально. Вот это тоже новая вещь. Так война же была? Тогда ещё мы не воевали с Польшей. Это было до 1941 года. И как раз она поехала в качестве жены, познакомившись с мужем заранее, работать в советское посольство. А он был как бы хозяйственником администратора посольства. Вот так как бы, потому что посол выехал и так далее. И все приглашения на приёмы шли вот этому хозяйственнику, кличка его была Иван, и ей, Елене. Её звали ещё Елена Прекрасная. И вот они вместе ходили на все приёмы, говорили на высшем уровне со всеми вот этими фашистами, со всеми там гуляйтерами и прочими, прочими. И представляете, какая ценная информация шла в Москву. То есть, она была незаменимым работником. После приезда туда она провела там больше года. Началась война, их интернировали, обменяли на немцев. То есть, она не пострадала, вернулась. И вот она была тем, что сейчас называется аналитик. И её... Она анализировала информацию... Она анализировала информацию Филбе. Хотя, так сказать, не было такой должности, но она ей казалась фальшивой. Потому что она не верила, что человек такого происхождения может, во-первых, добраться до таких высочайших постов в разведке. Он уже шёл и делал карьеру. А во-вторых, она не верила, что он остаётся, скажем так, настоящим нашим разведчиком. Блестящим агентом, который придаёт ценнейшую информацию. Ей казалось, что это просто физически невозможно. И она упорно писала докладные. Вот эти докладные были в личном деле Филбе. И вы их приводите, как я понимаю. Частично упоминаю. Потом, когда подозрения снимались, они вынимались. Потом опять шёл какой-то год, 44-й, условно говоря. Опять она писала, опять в личном деле докладные. Потом опять они вынимались. И, в конце концов, можно сказать, что переломный момент наступил, в принципе, где-то в 42-м, 43-м годах, когда Филбе, и тут очень интересно, я анализирую деятельности всей пятёрки, условно этой. Об этом сейчас в второй части будем говорить. Филбе и Конкросс, они сделали то, за что, собственно, надо нам до сих пор и благодарить. Во многом благодаря их пересекавшимся параллельно абсолютно, да, но пересекавшимся свидетельствам, советское командование поняло, что ждёт наших на Курской дуге. И когда Филбе спрашивали, вот какое самое большое ваше дело разведчика, Филбе на своём таком ломаном, не особенно хорошем русском, так до конца не выученном, он говорит, Прохоровка, Прохоровка. То есть Филбе, может быть, я не побоюсь этого слова, спас нашу армию, нашу, может быть, танковую армаду, да, великую, от поражения под Прохоровкой. Николай Михайлович, знаете, я старательно ждал начала второй части, чтобы задать вопрос про жемчужину деятельности Филбе. К огромному моему сожалению, вы ответили на это в первой части. Хорошо, но ведь я готов тут с вами поспорить, даже не с точки зрения себя, ведущего этой программы, а с точки зрения, наверное, обывателя. Ведь Филбе в гораздо большей степени ассоциируется у социума не с Курской дугой, не с Прохоровской мясорубкой, а именно с блистательной кембриджской пятёркой. Ведь социум именно его считает вот этим, тем самым бриллиантом в этой короне. Насколько это справедливо? Ну, в принципе, это справедливо. Если смотреть на кембриджскую пятёрку, название чисто условное, поверьте. Да, у нас генерал Сацков тоже сказал, что давайте, вы называете это пятёркой? Хорошо, пусть будет пятёрка, но на самом деле немножко не так было в истории. Ну, пусть будет пятёрка, пусть будет группа. Мне вот, например, герой России Барковский, когда я говорил, кембриджская пятёрка, он всё время вздрагивал и говорил, ну, не надо так, Николай Михайлович, ну, пятёрка. Ну, это всё условно. Ну, группа хотя бы. Действительно, это группа, допустим, кембриджская. Мы никогда не узнаем, я пытаюсь проследить судьбы некоторых людей, которые, может, были шестыми, седьмыми, может, восьмыми, а может, какими-то там, ацетами вот в этой группе. Но, понимаете, тут надо сказать, что, допустим, если мы принимаем какой-то исторический постулат и берём его как руководство к действию, то почему бы это не назвать, в конце концов, привычным для людей названием пятёрка, чтобы они уже сконцентрировались и знали хотя бы, о чём речь. Я вот здесь рассказываю обо всех пятерых, о Берджесе, о Маклине, что, в общем-то, очень известные. И новые вещи о Бланте, например, Энтони Блант, это родственник короля Георга, и, можно сказать, его друг и приближённый, и родственник нынешней королевы. И рассказываю о незаметном шотландском пареньке, плохо одетом, всегда плохо выбритом, не умевшим поддерживать разговор, беседу, но который вот, после того, что я прочитал о нём, после того, что я узнал о нём, могу сказать, что, может быть, он сделал, ну, меньше, конечно, чем Филби, но он по валу документов, огромному переданному, по количеству, он затмевал всех остальных, понимаете? Ну, это строго по нашей российской поговорке, что встречают по одёжке. Встречают по одёжке. Вот его встречали по одёжке, и даже люди, которые его завербовали, а завербовал его, в свою очередь, уже Энтони Блант, Энтони был тютером, то есть наставником этого молодого человека, который изучал французский язык, был отправлен в Сорбон, несмотря на своё низкое происхождение, блестяще говорил на французском, на немецком, и даже ещё выучил русский. Представляете, в отличие от всех остальных, вот такой был человек. Это богом данные такие способности, может, лингвистические, которые очень пригодились ему. И в то же время это был такой упорнейший крот, понимаете? Он рыл землю везде. Но крот – это сленг разведчика. Да, да, он рыл землю везде, он прорывался всюду. И вот он, тихий и незаметный, он, может быть, по отдаче был соединил вторым после Кима Филби, потому что у него, он брал, как говорится, количеством, может быть, некачеством. Вот он работал где? Сначала его взяли в МИД. И вот, казалось бы, он был совсем маленьким клерком. Но даже не клерком, а такая мелкая сошка, секретарь. Но секретарин был у лорда Хэнки. А лорд Хэнки – это был человек, работавший в правительстве ещё со времён Чемберлина. Когда пришёл в правительство Черчилля, возглавил премьер-министр, он Чемберлиновских людей сместил, а Хэнки оставил. Потому что Хэнки был страшно трудолюбив. Он возглавлял все секретные комиссии, которые были вообще. Началась и начиналась война. Министры отнекивались. Я не хочу, у меня много дел. А Хэнки – а я буду. И он был руководителем всех комиссий. Плюс, если вдруг что-то случалось, и Хэнки не включали в состав комиссии, если ему, лорду Хэнки, не присылали каких-то секретных документов, то его маленький незаметный секретарь, но, правда, он был высокого роста, он писал такие записки, что «мы возмущены, присылайте нам, почему лорду не прислали, то ещё». И министр без портфеля, лорд Хэнки, всё это получал. И получал, соответственно, советской разведки. Всё это иногда, иногда оказывалось у советской разведки быстрее, чем это переправлялось в соответствующее ведомство английского правительства. Вот это что интересно. Николай Михайлович, ну вот хорошо залегендированные. Да, наверное, можно так говорить, кембриджская группа. Это условно легенда, да, ведь они же были самим собой. Я не вижу здесь особой легендированности. Тут, по-моему, не было легенды. Они были именно, как вы сказали, самими собой. То есть каждый был тем, кем он был. Хорошо, тогда хорошо закрытая кембриджская пятёрка. Каким образом случился провал? Ну, знаете, во-первых, я скажу вам так, что провал должен был обязательно случиться. Но невозможно было, чтобы он не случился. Потому что он, по логике всех событий, он должен был бы случиться ещё до войны. Я вот интересные вещи нашёл в рассказах об Энтони Бланте. Энтони Блант, потом он стал эсером, потом он стал рыцарем, потом он стал хранителем Королевской галереи. Как я уже говорил, он был другом короля Георгия VI. Вот он предупреждал, в том числе он предупреждал и Филби самого. Он работал в контрразведке, грубо говоря, да, и в разведке тоже. Что один советский предатель, в английских книгах его упорно называют генерал-майором, хотя таких чинов не было в то время, по фамилии Вальтер Кривицкий, остался на Западе и, приехав из Америки в Лондон... 1939 год, у него презентация книги была как раз в Лондоне. Вот он приехал с этой книгой. И чтобы как-то поинтереснее себя раскрыть, он стал говорить о людях, которые работают на советскую разведку. Здесь он назвал в числе прочих, многих, одного неизвестного ему по фамилии английского талантливого молодого журналиста, который пользовался особой любовью у Франко. Франко... Вы имеете в виду диктатора испанского? Диктатор испанского, который наградил его орденом испанским, это был Филби. Не обратили на это внимания, не смогли сопоставить. Он стал рассказывать о том, что в МИДе, в форен-офисе, работает ещё один талантливый дипломат, талантливый очень, который бывал в Москве. Это был Дональд Маклин. И вот здесь я как бы ставлю точку и перехожу уже к контрольному выстрелу в голову. Он это всё рассказал. Англичане, благодаря его показаниям, официально зарегистрированным, арестовали одного из агентов советской разведки. Этот человек был шифровальщиком, а английская шифровальная-дешифровальная служба были блестящие. Это энигмы. Ну, энигмы и всё прочее, понимаете. И всё прочее, не только. Они были лучшими. И здесь уже мы можем сказать, что они, будем откровенны, нас превосходили здесь. Им удалось при помощи всей вот этой энигмы и всё прочее открыть немецкие шифры. И поэтому они читали переписку и Абвера, и всё прочее, и морских сил. И это было действительно гениальное находки их. И, как говорят, они открыли наши шифры, в чём я, так сказать, очень сомневаюсь. Так вот, один из шифровальщиков был арестован. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. И никакого отношения к Кембриджу он не имел. Это был профессиональный военный. Потом его, когда началась война, за примерное поведение его освободили. И он работал снова в разведке, но уже, конечно, не соприкасаясь с никакой советской секретной службой. А вот пятёрка, как бы, условная, как бы, оказалась в стороне. И надо было спасать эту пятёрку обязательно. Потому что, если он заявил об этом в Англии, да, во время войны, в которую ещё не вступила СССР, но в которую уже воевала во всю Англию, да, что-то, так сказать, могло произойти более суровое, нежели вот это вот такое заявление, запротоколированное абсолютно точно британской разведкой. И вдруг, вернувшись в США, где он чувствовал себя в большей безопасности, естественно, чем в Европе, он писал свои новые воспоминания о Вальтер Кривицкий и жил в гостинице, в очень хорошей. И в январе 1941 года в этой гостинице был найден труп Вальтера Кривицкого, который, по убеждению американцев, совершил самоубийство. Но выстрел был произведён так, что было понятно, это совсем не самоубийство. И он был намеренно произведён так, чтобы это было понятно. Всё же это было объявлено в то время самоубийством, чтобы, так сказать, не кидать на себя и не бросать тени такое чёрное, чтобы прошляпили. Конечно, это была ликвидация. Ну, Кривицкий тогда ведь не только английскую сеть советской разведки поставил под удар, ровно то же самое произошло, в общем, и с французской, и с французской. Он же ведь достаточно много и подробно описывал. И ещё более охотно и подробно он говорил об этом в интервью. Да, вот знаете, вот что интересно, что вот после этого, после этого это был очень важный такой выстрел, понимаете, люди, которые оставались на Западе, такие были советские перебежчики, они не были столь откровенны уже со спецслужбами. Ну, Раскольников, например. Да. Да, он же почти ничего не сказал. Хотя мог бы многое. Да, а рассказал мало что. Вот, ну, тот же Орлов до этого, так сказать, тоже, так сказать, не очень много рассказал. А Габиков, по-моему, не очень-то был разговорчик. Он как раз написал очень много. Но при этом он не называл фамилии. Не называл фамилии, но можно было вычислить, понимаете. Вот то, что Филби тогда не вычислили, всё-таки это какое-то определённое бросило, ну, небольшое, но тень на Маклина. И когда стали сопоставлять уже после войны данные, которые передавались англичанами и которые, собственно говоря, шли из Лондона, это англичане поняли, они очень чётко уразумели, что это идёт не совсем из Великобритании, а из английского посольства в Вашингтоне. И здесь была допущена английской контрразведкой совершенно такая роковая ошибка. Они почему-то были уверены, что вот этот вот источник, этот крот, как теперь его называют, находится среди или технических сотрудников посольства, или среди каких-то американских уборщиков посольства, или вообще вне посольства, а близких к нему человеков. Ну, то есть не среди своих. Не среди своих. И вот, ну, сведения всё шли, и потихоньку, полегоньку, знаете, к сожалению, круг подозреваемых сужался. И выяснилось, что такие сведения, доступ к ним имели сначала 8 человек, 9, потом вроде нашли одного, седьмого, и уже допрашивали его, как советского агента. Он сумел доказать свою полную невиновность и непричастность. Потом осталось пятеро, потом трое, потом двое. Всё время в этих вот отчётах фигурировала одна и та же фамилия – Маклин. И потом оказалось, что один человек только остаётся – это Маклин. И Маклин был на грани ареста. Он вернулся уже в Англию. Его лишили доступа к секретным документам. И Филби, который всё это знал, из Лондона, в Лондон, из Штатов передал, что Маклину надо срочно бежать. Маклин был не против побега. Вы знаете, он был один из всей этой пятёрки, один из пятерых, который всю жизнь мечтал учить русских детей английскому. И вот его мечтали… Он был романтик. Он был романтик. Он был настоящий вот такой идеализированный, идеологический романтик. И он бежал в Советский Союз, но так как он был в тяжёлом состоянии, он один не смог бы осилить этот путь. И советская разведка, Филби, Резидентура придумали для него новый такой интересный поворот судьбы. Вечером к нему заехал человек, представился фальшивым именем. Они с трудом успели на пароход, который отплывал во Францию. Потом они петляли по Парижу. Потом они сели с этим человеком на самолёт. В конце концов, добрались до Праги, и вторым человеком был Бэрджис. И вот Бэрджис должен был вернуться из Праги, уже всё это происходило на выкенде, и спокойно жить, и, может быть, даже не вызывая ничего подозрения, должен был жить в Англии. Может быть, уже будучи даже уволенным из МИДа, где он занимал мелкие посты. Но Бэрджис увлёкся своей вот этой игрой в разведку, и он перелетел в Москву. Вот это было роковое, я бы сказал, решение Бэрджиса, которое могло погубить Филби. И Руфина Ивановна Филби Пухова мне рассказывала, что до последних дней Филби не мог понять, почему Бэрджис всё-таки рванул в Москву. Ведь по плану он не должен был туда ехать. Всё было готово для того, чтобы он приехал обратно в Англию. А в результате под удар Филби подставили. Тут тоже цепь обстоятельств. Филби, возможно, допустил одну ошибку, но роковую. Невозможно в течение 30 лет было работать безошибочно. И Филби допустил такую серьёзную ошибку. Бэрджис, скажем так, мягко по-русски не соблюдал спортивного режима. Вот Руфина Ивановна рассказывала мне совершенно фантастические вещи про него, что на приёме английский дипломат Бэрджис в Америке мог зайти в душ в своём льняном костюме, в шляпе, в галстуке, в белых ботинках, принять душ. И когда он говорит, что это такое? Да ничего, костюм льняной быстро высохнет. Не испортится даже. Это был такой экстраверт, такой некоторым образом. И вот, чтобы как-то смирить вот эти порывы Бэрджиса, Филби на первых полах поселил его в своей квартире. Он поселил его у себя. Все знали, что они были друзьями в молодости. Они не афишировали свою дружбу. Но тут уже отнекиваться было невозможно. Да, он жил в квартире у Филби. А Филби в это время, 1949-1951 год, был, скажем так, посредником между британской Secret Intelligence Service, между ЦРУ и между даже ФБР. И всё это уже сплелось воедино. И Филби был отозван. Филби попал под подозрение. В 1955 году он сумел доказать, что он совершенно никакой не агент. И министр иностранных дел, популярнейшая потом фигура, Макмиллан, Гарольд Макмиллан, сказал, что с него сняты подозрения за неимением улик. После этого Филби уехал в Бейрут. Его товарищи по службе, с которой он уже не имел как бы никаких дел, но разведчиков бывшим не бывает, его использовали в Бейруте. Он помогал, естественно, английской разведке. И, естественно, он очень помогал другой разведке, советской. Николай Михайлович, вот Ким Филби, оказавшись в Советском Союзе, насколько он был востребован? Понимаете, вот это очень интересный вопрос. 1963 год, да, он попадает... Год до отставки Хрущёва. Год до отставки Хрущёва и меньше года после Карибского кризиса. Страна в тяжелейшем положении, я бы сказал так, политическом. Вот отставка Хрущёва уже где-то зреет в воздухе. Филби приехал после того, как чуть не случилось и не произошло Второй мировой, да? Он же Третий тогда. То есть, извините, Третий мировой, конечно. Конечно же, Третий мировой. И вот он попадает в Москву. Сначала его встречают очень хорошо в Одессе. Он расстроен. Говорит, вы сделали всё, что могли, товарищ Филби. Даже специально прислали из Москвы англоговорящего сотрудника. Он его из Одессы довёз до Москвы. Поселили в хорошей квартире. Он был один. Он был один. С Маклином он как-то первое время не особенно общался. С Бёрджетсом он не особенно хотел общаться. Потом, правда, подружился с Блейком, другим английским разведчиком. Робертом Блейком, да, вы имеете в виду? Нет. Его зовут Георгий Иванович. С Джорджем Блейком. Кстати, полковником службы внешней разведки, которому скоро исполняется 90 лет. Он живёт. И опять же, дай ему Бог здоровья. Дай ему Бог здоровья, да. Значит, круг был такой, не особенно широкий, естественно. Он работал, писал свои мемуары. И я очень благодарен людям из службы внешней разведки, благодаря которым эти мемуары, первые его мемуары, датированные сентябрём 1964 года, они опубликованы в моей книге. Здесь это сугубо такая не билетристика, а сугубо документальный рассказ о тех людях, которые вместе с ним работали в английской разведке. То есть характеристики некоторые убийственные. И всё это с таким юмором, сарказмом, в то же время с такой доброй иронией. Но английский юмор, как я понимаю. Английский юмор. Вот у него был сугубо английский юмор. Когда вот мы переводили документы некоторые здесь, то я просто не успевал это делать сам. И мне помогали вот ребята из пресс-бюро, в том числе ребят в условном названии, в том числе руководитель пресс-бюро Сергей Иванов, который отлично знает английский. Вот мы переводили. Я говорю, слушай, какой же это вообще юмор вообще? Я говорю, типично английский. Он говорит, я тебе хочу сказать, что Филбе был англичанином, поэтому юмор английский. И всё вот такое с небольшой подковыркой у Филбе было, с небольшими такими, я бы сказал, насмешечками, но в то же время в уважительном тоне. Он никого, так сказать, особо не хаял. И это всё вошло в книгу. Понимаете, тоже для меня это честь и интересно. Никогда не публиковалось. Это не моя тайная война. Это как бы прелюдия к моей тайной войне, его настоящей, скажем, большой книги. Мою тайную войну многие читали. Миллионы террасов. Да, а это прелюдия к тайной войне, где вот он рассказывает для своих товарищей по службе, что это такое. Вот он писал меморандумы всяческие, он писал вот это. Востребность была небольшая, скажем так, откровенно. И потом, лишь потом, наступило счастливое время. Он знакомится с молодой красивой женщиной, Руфиной. Он влюбляется в неё. И 18 лет он с ней жил в счастливом браке. И здесь же открываются новые возможности для сотрудничества у него. Помимо того, что он является консультантом первого главного управления, он становится преподавателем. И вот здесь начинается новая очень интересная история. Я познакомился с его любимым учеником, который прошёл у него четырёхгодичный курс. То есть все там проходили по году, по два, а он там четыре года проходил у него курс. Это готовится смена, да, как я понимаю? Это готовится смена тем, кто работает в Англии. И Филби проводил с ними такие беседы, собеседования. Играл то, что мы сейчас назвали бы ролевыми играми. Вот он, допустим, выступал в роли английского контрразведчика. Он выступал в роли таможника, в роли журналиста. Он выступал в роли, скажем, парламентария. Он выступал в роли английского агента, в роли подставного английского агента. И работал так вот с молодыми советскими разведчиками. будущими. В каждом из этих семинаров занималось по три, по четыре человека, не больше. То есть это были очень такие принципиально хорошие занятия. И только на английском, говорят, только на английском. Проходили они на конспиративной сначала квартире на улице Тверской, на улице Горького в то время. Потом с годами Филби уже тяжело стало ходить туда, на ту квартиру, хотя он жил недалеко от неё. И уже к нему домой приходили ученики. И дома Руфина Ивана там накрывала стол, и они готовились там уже. Николай Михайлович, вопрос, который я не хотел, но мне придётся это задать. Вот вы говорили в самом начале нашей программы про путь Тима Филби политических пристрастий. Да, вот что он пришёл к коммунизму. Вот потом увиденное в Советском Союзе не отторгнуло его от идеи? Ну, конечно, понимаете, он был возмущён вот несколькими вещами. И самое вот то, что возмущало, это было допустим, отношение к старикам. Вот он говорил, эти люди выиграли Великую Отечественную войну. Старики вы имеете в виду ветеранов? Ветераны, да. Вот он, как рассказывал мне Руфина Ивановна, он мог на переходе, да, взять у старушки сумку, и сам уже не молодой человек переносил эту сумку вместе с ней, да. Он пытался какие-то свои гонорары отдавать в фонд вдов. И говорил, есть у вас фонд вдов. Он говорит, да нет, но тут у нас нет фонда вдов. Но у нас есть, например, вдова, мама Руфина, она вдова, лучше отдайте эти деньги ей. Представляете, вот такие у него были. Он не был доволен нашим бюрократизмом. Но в то же время он до конца своих дней оставался вот таким мечтателем. Я бы не назвал его, в отличие от Маклина, таким идеалистическим мечтателем. Это был мечтатель, вы знаете, очень практичный. И вот всё, что он делал, это было практикой. Вот понимаете, вот практика, он был практиком, не теоретиком. Хотя и теоретиком тоже, но практик он был. И вот он дал напоследок определённое, оставил завещание своё. Вот об этом мало кто знает у нас как-то. Но он дал это, так сказать, интервью известному английскому фрилансеру Найтли, Филиппу Найтли. И теперь я об этом прямо пишу, откровенно, абсолютно. Чё, что-то уж, уже надо, пришло время открывать тайны. Более 20 лет прошло. Да, да, даже в 88-м году он умер. Знаете, это было, в принципе, это была игра, которую, так сказать, он вёл вместе со своими людьми из первого главного управления. Он чувствовал свой скорый уход, видимо, чувствовал. Ему надо было высказаться напоследок. И с кем вот было высказываться? Ну, в советской прессе он делал это с известными журналистами, там, пару-тройку раз. А тут ему хотелось, чтобы его прочитали настоящие вот английские читатели, понимаете? Чтобы они понимали, что это не передёргивание. Тем более, Филипп Найтли написал очень много, я по-чуть, хороших книг про разведку. Ну, со своей точки зрения, конечно, но хороших книг. И вот была встреча с Найтли. Я читал это интервью. Сначала я прочитал его на русском. Я думаю, что тут, по-моему, передёрнуто? Не может быть. Потому что на русском это как будто вот маленький мальчик Найтли, там, ученик, там, 10-го Б, полностью переигрывается профессором Филби. Это, может быть, что-то как-то не так переведено. Я попросил, значит, книгу, да, или книгу, я читал эту книгу всю большую там, значит, на английском языке. Но то же самое, понимаете? И вот здесь я не мог понять, почему так произошло. Но почему Филби сумел настолько переиграть Найтли? Для меня была загадка. Я об этом спросил, скажем так, одного из... Собеседника номер два. Собеседника, это был по значимости собеседник номер один. Всё-таки я никого не обменяю, не хочу, так сказать, принижать. Это был собеседник номер один. Я говорю, как вы не понимаете себя, Николай Михайлович? Тут такой глухой голос у моего собеседника. Ну, понимаете, ну, кто был Филипп Найтли? Хороший очень журналист. По сравнению с Филби, мальчишка. Потому что сам Филби был прекрасным журналистом, да, и здесь они были равны, наверное. Филби был глубочайшим аналитиком. И Филби был руководителем британской разведки, помимо всего прочего. Одним из руководителей британской разведки. Крупным очень руководителем. Неспоставимые фигуры вообще. Он его переиграл, понимаете. И вот он ему рассказал о своей идее. Вопросы Найтли все парировались. Мне даже вот это интервью было читать, ну, интересно, но это были как бы голы в одни ворота. Обидно с профессиональной точки зрения, вероятно. Нет, нет, ну, знаете, обидно даже, может быть. Знаете, нет, ну, я не сочувствую ни в коей мере Филби, извините, Найтли. Я восхваляю именно, и скажу дело сознательно, Филби, именно восхваляю, потому что, ну, понимаете, ну, нельзя выигрывать с таким счетом. Настольный теннис это 21.10 было бы, понимаете, из десятки не вышел. Но вот меня поразило, как Найтли на это пошел, почему он как-то это принял, эту игру. А там еще тоже в этой книге все есть, такие закулисные подробности. Найтли не понял, куда его везут. Не понял, что Филби живет в 500 метрах от улицы Горького, потому что его так кружили по городу и завезли из такого переулка, что он думал, что где-то далеко и непонятно, и где, и вообще что это, и все прочее. Ну, вы знаете, для меня это тоже все было интересно. Хотели даже снять номер дома на этом переулочке, но не сняли, потому что все уже настолько было запутано. Это было в 80-м году, это была зима, и в мае он ушел. Ушел Филби навсегда. И ушел, выполнив вот такое последнее, скажем так, свое завещание, последний пункт своей разведывательной работы. Я спрашивал, и говорю, скажите вот мне честно, ясно, что он это вам показывал, беседу с Найтли. Ничего не показывал. Ну как? Это вообще просто про наше интервью. И он сказал все то, чтобы, ну, не знаю, сделали там ваши профессионалы такие вот. Ничего не показывал. Никаких правок не было. Редактирования не было. Он был настолько наш, что мы считали обидным для себя его проверять. Николай Михайлович, спасибо огромное, что вы нашли время сегодня, пришли к нам и рассказали про легенду советской разведки Кима Филби. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча в теории заблуждений, да вообще на русской службе голоса России. Дай бог. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был замглавного редактора российской газеты, автор многих книг по истории советской разведки Николай Долгополов. Беседовали мы про легенду, про Кима Филби. Я, Армен Гаспарен, прощаюсь с вами. До следующей недели. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений.